Рязанскую автоколонну уже не в первый раз хотят признать банкротом. Дважды этого не допускала мэрия, как и остановки ее работы за счет кредитования муниципальными предприятиями. На заседании по делу о банкротстве присутствовали представители администрации города и непосредственно самой автоколонны. Судья спросила о возможности проведения процедуры банкротства и выплаты за должности Центральной диспетчерской службы и Фонд социального страхования. Общий размер почти 3 миллиона рублей. Представители автоколонны 1310 ответили, что средств на это хватает. Однако само дело о банкротстве они попросили перенести. У нас есть податайство по привлечению учащих делок и официально заявляющихся в состоянии требованиях. Это Рязанская городская дума в связи с тем, что решение, которое будет принято в каждом суде по данному делу, может повлиять на него права и обязанности. Представители администрации города подготовили идентичное ходатайство. Ведь Рязанская городская дума наряду с администрацией является учредителем муниципальных образований. В компетенцию думы входит создание, ликвидация и реорганизация предприятий, в том числе утверждение уставов. Поэтому присутствие городской думы необходимо. Суд ходатайства удовлетворил. Напомним, налоговая служба уже подавала заявление о банкротстве автоколонны 1310, которое задолжало ведомству свыше 44 миллионов рублей. Согласно иску самой автоколонны, долг предприятия составляет более 77 миллионов рублей. Однако зарплаты и выходные пособия выплачиваются вовремя. Также остается открытым вопрос, какая судьба ожидает транспорт автоколонны, часть которого находится в лизинге, а часть в аренде. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания. Город.